Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это обзор на игру Spellforce 3. Подзадержался я с ним, потому что параллельно выходило много других проектов, и на самом деле такое постоянно происходит с играми серии Spellforce. По моему скромному мнению, Spellforce 3 игра необычная, оригинальная, таких проектов не выходит, но оценки у неё в стиме невысокие, на данный момент всего 70% обзоров положительные, и как ни странно, на все предыдущие проекты, я вот специально глянул, тоже было где-то 75% положительных отзывов. Тем не менее, у серии Spellforce есть своя сплоченная армия поклонников, не скажу, что я к ней принадлежу, но Spellforce 3 оставил приятные впечатления, и я её, несомненно, рекомендую. Но есть много «но», извините за тавтологию. О них я и постараюсь в этом обзоре рассказать. Вообще, первая часть серии вышла в далёком 2003-м, вторая, можно сказать, практически сразу в 2006-м, ну а с выходом Spellforce 3 произошла задержка. Она долго была в разработке, полгода назад где-то в раннем доступе появилась, и даже после релиза были большие проблемы с различными багами, неработающими квестами и даже невозможностью пройти дальше. Думаю, именно это принесло большое количество отрицательных оценок, но когда я в неё играл, никаких проблем я не заметил. Кстати, я сделал несколько стримов прохождения Spellforce 3 как раз в начале января, можете их глянуть у меня на канале. Для меня эта игра в первую очередь похожа на те старые Аллоды. Помните, «Печать тайны», «Повелитель душ». Кто не помнит, то в двух словах объясню принцип игры. Это смесь ролевой, партийной компьютерной игры и стратегии в реальном времени. Какую-то часть времени выходите на карте со своими героями, которых может быть до четырёх, причём в процессе прохождения кампании у вас их будет всё больше и больше, но когда вы будете перемещаться на карту, вам придётся выбирать из представленных тех, за кого вы хотите играть. Вы их прокачиваете, развиваете всячески, одеваете в различные супер-шмотки, но иногда вам надо будет строить базу, добывать ресурсы и захватывать базы противника. Кто-то мне может сказать, что такого в Аллодах не было. Да, не было, но тем не менее стратегия там была, когда вы нанимали больше сопровождающих, и на самом деле это реально превращалось в реал-тайм-стратегию. Опять извините за тавтологию. И несмотря на всю кажущуюся простоту, ничего подобного в современном игропроме нету. И поэтому мне в Spell Force 3 действительно было интересно играть. Тем не менее, у игры, конечно, очень много минусов. Во-первых, неоднозначный интерфейс. Многое непонятно куда засунуто, что переключать, как использовать, как использовать способности героев, не только три, которые вынесены на горячие клавиши. Проблема с багами и оптимизацией, которых я уже упоминал. Ну, повторюсь, когда я играл, я их уже не ощущал, что патчами их поправили. Стратегическая составляющая, к сожалению, скудновато. В итоге все сводится к тому, чтобы создать так называемый Zerg Rush. Это когда вы строите кучу армий и просто постоянно направляете их на соперников и таким образом всех выносите. Глобальный сюжет пафосно туповат. Но тут прикол в том, что несмотря на такой вот странный общий сюжет, мини-события, вот на каждой карте, общение между героями, они интересные. Тут отличные диалоги и авторы при этом умеют в самоиронию. То есть, ну такой небольшой спойлер, вы вначале находите затерянный город древних, со всякими прикольными штуками. Причем он оказывается практически в центре обитаемого мира. Ну, как бы возникает вопрос, как это его до этого никто не нашел. И конкретно этим вопросом герои задаются и там говорят чуть ли не, что за бред, как это так в центре мира никто его до сих пор не нашел. Ну, то есть, авторы сами с известной долей юмора относятся к подобным героическим сюжетам. И повторюсь, вот мини-события на каждой карте, они интересны. Да, и общий сюжет в конце делает финт-круазе небольшой. Хотя все равно это, опять же, банальное спасение мира, к сожалению. Приятная графика, отличная музыка. Да, кстати, кроме ролевой игры и рил-тайм-стратегии, тут даже есть в некотором роде градостроительный симулятор. Вначале кажется, что здесь будет большой мир, но это, опять же, к минусу можно отнести. На самом деле, здесь 8-10 локаций всего, на которые вы будете постоянно возвращаться. Возможно, оставлен задел для будущих дополнений, но по карте, по той обширности, которую нам показывают, хотелось бы реально побольше мест, куда нас отправляют, и более обширных угодий. Хотя, с другой стороны, каждая карта довольно долго грузится, даже сейчас еще это не оптимизировано. Это видео создано при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consoleworld.ru, вот уж где действительно огромный мир. Одновременно может участвовать большое количество людей, и все они находятся в одном космосе, в одной галактике. Так что заходите на consoleworld.ru, и после регистрации используйте словосочетание Леша Рептилоид. Почитал рецензии, почему-то многие сетуют на однотипный лут, то бишь очень много вываливается одного и то же. Не знаю, по-моему, он очень разнообразный, надо постоянно думать, что брать в руки, что менять. Он выглядит по-разному. Подбор оружия и одежки для моих кукол-персонажей был одним из интересных моментов игры для меня. Да и вообще, все карты, на которых вы находитесь, они отлично проработаны. Вот здесь даже не вопрос визуального вида, а мелких всяких деталей, да и дизайна самих карт, как вам. Где лучше пройти к сопернику, где расположены там всякие нейтральные монстры. Истории самих персонажей интересны. Вспомним хотя бы ту же Тайцев Нуменера, где их всего шесть, что ли, и они скучные дозевоты, а тут героев десять, и ты иногда берешь героя с собой в партию просто потому, что хочешь послушать его дальнейшую историю, а не потому, что он удобен на данной конкретной карте. Повторюсь, вот эти мини-истории, они написаны лучше, интереснее, чем вот весь глобальный сюжет Spellforce 3. Причем наличие того или иного сокомандника на этой карте даже меняет квесты. Например, по сюжету один из NPC сказал, что поможет, если вы сбегаете туда-то и туда-то, а у меня в команде был орк, который сказал, что или ты сейчас же нам помогаешь без всяких сбегать туда-то и туда-то, либо я тебя сейчас убиваю. И NPC без всяких квестов быстро все рассказал. Если ветераны серии меня спросят, лучше ли Spellforce 3, чем 1 и 2, я отвечу просто, что я не знаю, потому что те Spellforce были так давно, я настолько уже забыл, как в них играть, что для меня Spellforce 3 был как новая игра. Можно, конечно, придраться к балансу классов, к проблемам с поиском пути и вообще, повторюсь, с несколько неудобным управлением и интерфейсом, но они настолько критичны, чтобы ставить игре минус. А вот самый большой минус, хотя это тоже будет с моей стороны повтором, это стратегическая составляющая, она простовата. Тут даже можно сказать, что юниты разных сторон, а тут у нас есть люди, гномы, орки, они одинаковые, они различаются, собственно, только текстурами моделек и все. Поэтому, вот, по совокупности всего вышесказанного, конечно, Spellforce 3 нельзя считать шедевром или гениальной игрой, но она просто хорошая игра и она оригинальная. Нельзя назвать какого-то конкурента и сказать, вот лучше пойдите поиграйте в него. Нет, Spellforce 3 самобытно и необычно. Ну да, можно сказать, идите поиграйте в первую и вторую часть, но они устарели визуально. Самое интересное, что я тут еще посмотрел отрицательные отзывы, там у людей 55 часов наиграно, 87 часов, 103 часа, и они оставляют отрицательный отзыв все равно. Еще, конечно, Spellforce 3 не повезло с датой выхода, потому что параллельно очень много появилось ААА-проектов, других игр, которые многие ждали, ну и, пожалуй, можно сетовать на плоховатую пиар-кампанию. То есть Spellforce прошел как-то особняком, не особо много на него и обратили внимание. Вот, я стараюсь это исправить своим обзором. Если вы не заметили эту игру, то самое время сейчас посмотреть. Тем более, вот я вижу, она продается со всякими скидками в стиме. Да, всего 80 тысяч владельцев, это, конечно, грустновато, откровенно. Явный провал, явный. Так что, если вы засиживались когда-то в валлодах, то на Spellforce 3 обязательно обратите внимание. Если вы любитель смеси ролевой игры и стратегической составляющей, ну, для примера, можно, наверное, Warcraft 3 еще привести с его героями, но, конечно, в Spellforce 3 намного больше ролевой игры, чем в третьем Warcraft, но что-то похожее все равно есть, то тоже обратите внимание на Spellforce 3. Ну и вообще, если вы любитель умных игр, обратите внимание. На этом все. Не забудьте заглянуть на consoleworld.ru, после регистрации вписать кодовое словосочетание Леши играет, а на этом все. Всем пока. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы смотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.